Ежегодно в летний период распоряжением главы администрации нашего района создается комиссия, которая проверяет готовность образовательных учреждений к новому учебному году. В этом году приемка проходит в штатном режиме. В состав комиссии входят представители комитета по образованию, Роспотребнадзора, ПОЖ-надзора, сотрудники МВД и Росгвардия. Задача – проверить готовность и безопасность учреждений. Требования мы предъявляем те же, которые были и до этого, ничего не изменилось. Мы, безусловно, смотрим на те дополнительные мероприятия, которые были нам рекомендованы Роспотребнадзором в рамках нерасстранения COVID-19, инфекции. Поэтому хочу сказать, что в целом комиссия работает уже четвертый день. Завтра у нас последний день. Я надеюсь, что в течение всей недели мы примем наши образовательные организации. Никаких вопросов, больших замечаний у членов комиссии не возникает. Сегодня проходит приемка детских садов на Пионерном. В данный момент мы вместе с комиссией на территории 13-го детского сада. Стоит отметить, что здесь царит чистота и порядок. На площадке каждой группы все продумано до мелочей. Веранды, качели, всевозможные спортивные элементы – все свежепокрашено и ярко. Пожалуй, каждый ребенок с огромным удовольствием будет проводить здесь время. В мае этого года здесь появился и уголок, посвященный 75-летию Великой Победы. Двигаемся дальше и заходим непосредственно в сам детский сад. Здесь документацию, сигнализацию и безопасность проверяет сотрудник ПОЖНОДЗОРа. Все в рабочем состоянии. Это замечательно. Каждый месяц они приезжают. В группах также проведен косметический ремонт. И все готово для приема детей. Постельного белья у нас все хватает. Да, здесь воспитатели в этом году очень немножечко подделали, почистили, кое-что подукрасили. В этом году в связи с пандемией, конечно, было достаточно времени для того, чтобы привести в порядок детское учреждение. Ну, я уже думаю, к новому учебному году. К приему детей готовимся. Ну, в основном, конечно, мы подкрасили свои участки воспитателей. Был небольшой такой косметический ремонт сделан и внутри детского садика, благодаря хорошим рукам наших воспитателей. Стоит отметить, что в этом саду красиво и внутри, и снаружи. Огромное количество самых разнообразных цветов и клумб. Титаническая работа, которую очень ответственно выполняет дворник детского сада. Этот огромный труд, конечно, принадлежит нашим дворникам Валентиной Ивановны Малушной. Она занимается здесь с утра, можно сказать, до вечера этой работой. Вы видели и цветники. Это все благодаря ей, конечно. Она сама и высаживает цветы, и ухаживает за ними. 13-й детский сад в прошлом году занял второе место в конкурсе «Ярцево. Наш общий дом». Впрочем, как и дворник этого учреждения, неоднократно участвовав, ежегодно занимает призовые места. К слову, в нашем городе, пожалуй, не найти ни одного садика, который не отличался бы разнообразием цветов на территории. Помимо детских садов, приемка проходила и в школах. Безусловно, комиссия знает о слабых сторонах каждого учреждения. Где-то необходим текущий ремонт, где-то капитальный. Но главное условие, что это никаким образом не угрожает жизни и здоровью детей. И в учреждениях можно проводить образовательный процесс. Все очень ответственно относятся к началу учебного года, ждут своих детей, потому что действительно школы не успели немножко прийти не в то состояние, потому что год у нас закончился довольно рано, еще в марте. Поэтому сохранность была намного лучше, чем предыдущие годы. Но надеемся, что 1 сентября у нас прозвенят первые звонки в наших школах, и дети придут на очную форму обучения. Поэтому все наши учреждения ждут своих воспитанников. Редактор субтитров А.Семкин